Ася Володина. Протагонист. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Список масок. Бледная, с взъерошенными волосами. Маска женщины с печальным выражением лица. Остриженная дева. Бледная девушка с короткостриженными волосами. Молодая женщина. Отличается отсутствием бледности. Безбородый. Маска самого пожилого героя трагедии. Белые волосы на возвышении, гладко выбритое лицо, вытянутые щеки. Вторая остриженная дева. Не имеет локонов, как будто ее часто преследуют несчастья. Бледный. Худой мужчина с нездоровым лицом и взъерошенными волосами. Девочка. Детская маска, которую носит любая молоденькая девушка. Менее бледный. Бледность объясняется недугом, иногда любовным. Кожаная. Женщина средних лет. Пролог. Ночь. Общежитие Академии. Голубь садится на подоконник. Делает шажок в сторону распахнутого окна. Заглядывает внутрь. Осмелев в поисках еды, перелетает на стол, разделивший напополам и без того узкую комнату. Порыв ветра раскидывает листы бумаги со стола. Остается лежать лишь один, прижатый круглыми очками. Сбоку на столе смартфон. Точно почуяв жизнь вблизи, он заливается отрывистым будильником с вибрацией. Голубь вспархивает и улетает прочь. На листке остается белое пятно. За стеной раздается крик. В окне соседней комнаты загорается свет. Передавая друг другу эстафету, зажигаются остальные окна. В комнате на 11 этаже смартфон срывается на пол. Звук приглушается, но не затихает. Ручка двери ходит вверх-вниз. Ключ сидит в замке неплотно, снаружи его будто выталкивают. Наконец он выскакивает и падает. Щелкает замок, дверь распахивается. В комнату врывается долговязый парень в джинсах. Озирается и подходит к окну. Выглядывает наружу. Будильник продолжает звенеть. На часах 4.30. Огон терпеть Маска Бледная с взъерошенными волосами На меня теперь Эллада Вся великая Эллада Жадно смотрит В этой жертве беззащитной и бессильной Все для них Попутный ветер И разрушенное Трое Еврипид Эфигения Вавлиде Ирина Это ваш шанс Мальчик хочет как лучше Мальчик кидает шмат булки утки Едва не попадая ей в голову Утка наклоняется к мякишу Пытается ухватить, но не выходит Слишком большой Отплывает в сторону Мальчик вытаскивает из кармана печенье Кидает и его тоже Утка не обращает внимания Мальчик злится И кричит на утку Глупая Не понимает, что ей дают лучшее Мальчик еще не знает Что уткам нельзя сладкое Что его мальчуковое лучше Для утки яд Как, возможно, ядом Окажется и уткина еда для мальчика У мальчика и утки Разные лучше Заметно похорошевший парк Сейчас вызывает Только раздражение Вокруг пруда фланируют мамы с колясками И переругиваются владельцы Разнокалиберных собак Чихуахуа Бросается на двор терьера С оголтелым лаем Тот пятится за хозяйку Уткнувшуюся в телефон Лиана Положи каку Фу-фу-фу Лиана девочка Или Лиана собачка Кто ж теперь разберет Это у нас во дворе гуляли Насти Маши Тани Иры Ирина Это ваш шанс Сколько шансов, что Мила окажется Мелисандрой А не Людой А Даня Так и вовсе Дейенерис В тридцать пять Самое время откапывать внутреннюю бабку А в наше время было Разве я ее закапывала Придираюсь к каждому столбу Поэтому и препод Поэтому ли Почему люди вообще становятся преподавателями Возможно Это всего лишь способ сохранить свою жизнь Неизменной Работать в том же университете, что и училась Зимой каникулы Летом отпуск Жить с мамой в той же квартире, где и родилась В доме, что уже двадцать лет, как ждет сноса Так что смысл брать ипотеку, Ириша Вот-вот разменяемся А смысл менять работу Вот-вот высвободится окошко для аспирантуры Как-нибудь все образуется Как-нибудь сложится Само Само Повторяешь, врастая в уютную коробку мещанского райка Ирина Это ваш шанс Дай каждому дню шанс стать лучшим в твоей жизни На день рождения первокурсники подарили Такой мотивационный блокнот Из книжного ларька в цокольном этаже И коробку австрийского марципана Моцарт Едва сдержалась, чтобы не спросить Знают ли они, во сколько Моцарт умер Он хотя бы успел нажить что-то большее, чем кризис среднего возраста Тридцать пять Это средний возраст или нет? Ниже проходного балла однозначно Сколько я ему поставила за последний зачет? Столько и поставила Тридцать пять Из ста Ирина Это ваш шанс Рассказать свою версию Ваше видение ситуации Защититься Ваше руководство этого делать не станет Сами знаете Знаю Вы не хотите разговаривать Я понимаю Но и вы поймите Материал выйдет в любом случае С вашим комментарием Или без Напишите мне Звонок с неизвестного номера Так быстро нашли мой телефон? Сбрасываю Фейсбук Предлагает поделиться Поделиться новостями Уважаемый Фейсбук Будь так добр Иди-ка в задницу Со своими предложениями Мальчика с булкой нет Куда он мог подеваться? Где его мама? Поднимаюсь с лавки И подхожу к воде Утка подплывает ближе Рядом плавает Выгоревшая до серости маска Наклоняюсь И пытаюсь вытащить ее из воды Телефон вибрирует Телефон вибрирует Поскальзываюсь Падаю на колени В мокрую траву Телефон вылетает из кармана И идет на дно Плевать Тянусь и вытаскиваю маску Одним пальцем Выбрасываю в урну Флора и фауна Спасены Ценой телефона Можно поставить плюсик в карму Сколько же плюсиков Теперь придется собрать Чтобы на том свете Мне натянули Хотя бы оценку «ладно» Которая вернет меня На пересдачу жизни Пусть бы даже и ленивой Откормленной уткой В московском пруду В сумке жужжит планшет Сообщение в телеграме Карающей руке Не нужен телефон «Ирина, вас беспокоят Из деканата Перезвоните Это срочно Еще с утра Это был нормальный день Не лучший день Но и не полная же шайса Дай каждому дню шанс Стать худшим В твоей жизни Вот бы отмотать Все назад Тринадцать минут до звонка Автобус прибывает Твердит приложение Прибывает уже пять минут как Телефон показывает Как автобус подъезжает К остановке А затем усылает его за угол Этот уровень реальности Не пройден Повторите заново Реальность не поспевает За приложением Или приложение За реальностью Вот так же и моя копия Может подходить К академии А потом снова Оказываться на остановке Картинка и реальность Расходятся Как застрявшее Изображение И звук В зум Наконец автобус Выплывает из-за угла Синхронизируясь Со своим аватаром Медленно тормозит Медленно останавливается Медленно сминает двери Медленно заглатывает людей В спущенных масках И без всяких перчаток К водительской кабинке Прорывается женщина «До диспансера идете?» Водитель Не обращает на нее Внимания Но женщина Продолжает Выстукивать Острым ноготком В окошко Пока сидящий Впереди дедок Не рявкает «Да идет он! Идет!» Бьет зонтом Тростью в пол И косится на часы Наверняка Коллега Двери Наконец выпрямляются И автобус плетется От одной остановки К другой Над кабиной водителя Красным бежит строка «Носите маски!» Затем буквы сминаются Сбиваясь на иероглифы Наконец На табло Возвращается время Одиннадцать минут До звонка Остановка Раз Остановка Два Остановка Академия Здесь высаживается Большинство пассажиров Мне же ехать До следующей Чтобы зайти Со второго входа Только бы светофор Красный Шесть минут До звонка Двери Расползаются Выскакиваю Первый Дедушка С тростью Выходит Вслед за мной Зеленый До конца перехода Семь секунд Срываюсь И перебегаю Дорогу Ставлю ногу На тротуар В последний миг Не нарушила Хорошо Спускаю Маску Стараясь дышать Как можно глубже Захожу в корпус Возможно Заходит Та самая копия Которая смогла Возможно Где-то есть Та копия Которая смогла Больше Окончить Аспирантуру Получить Старшего Или даже Доцента Эта же копия Промахнулась Автобусом Отключилась В пути А проснулась В депо Посреди ночи Когда водители Давно разбежались По домам По семьям Которые У них-то есть Так что Копия Сидит в депо И ждет Когда же Ее наконец Вернут На правильную Остановку Поэтому Спать нельзя Ведь стоит Только закрыть Глаза Как проскочит Семнадцать лет Семнадцать лет Одного и того же Автобуса Одной и той же Остановки Одного и того же Входа Так что Могу дойти С закрытыми глазами Но не стану Потому что Стоит только Прикрыть глаза Как проскочит Семнадцать лет А потом Еще семнадцать лет Пока из академии Не выйдет Старуха Не сорвет С груди Орден За выслугу Лет И не истлеет Там же На ступеньках У главного входа Никем не забытая Лишь от того Что никем И не замеченная Пока Орденов Мне не выдали Срывать Нечего Так что Натягиваю Маску На руки Тонкие Медицинские Перчатки Подставляю Карточку И смотрю В экран Ошибка Идентификации Стягиваю Маску Нормальная Температура Тридцать Два И пять Высвечивается На тепловизоре Обычно Тридцать Два Успешная Идентификация Две минуты До звонка Неправда Часы напротив Хода Спешат Так уж Здесь Принято Подгонять Отстающих Опоздание Фиксируется На проходной По карточкам Штраф Автоматом Списывается Зарплаты Преподавателей И баллами С рейтинга Студентов Четыре минуты До звонка Бесконечный коридор Потом лестница Один пролет Второй Третий На проходе Встревают студенты В корпусе Осталось едва ли Треть А все равно Толпятся Шикаю Молодый людь И проскальзываю К кафедре Закрыто Три минуты До звонка Засовываю Ключ в замок Поворачиваю И захожу Свет не горит Компьютеры Выключены Лаборантки Еще нет Пшикую На перчатке Санитайзер По протоколу Кофе Или туфли Кофе Переобуться Не успею Включаю Кулер Лампочка Загорается Но он Не торопится Просыпаться Стягиваю С носом Маску Раздеваюсь И сыплю В свою Побитую Временем Чашку Растворимый Кофе Две Минуты До звонка Наливаю Чуть горячую Воду Из дремлющего Кулера Делаю Медленный Глоток И морщусь Кислая Гадость Но без Нее Никак Утренний Кофе Выветрился Еще По дороге Спала Сколько Три Четыре Часа Минута До звонка Выпиваю В три глотка Открываю Окно Делаю Последний Длинный Вдох И натягиваю Маску Выхожу Захлопываю Дверь И спешу В кабинет Двумя Этажами Выше По коридору Идет девушка В маске Заглядывая В кабинеты Студентка Которая Потеряла Аудиторию Или дежурная Которая Следит За соблюдением Масочного Режима Сначала Они Следили За опозданиями Теперь За масками Что Дальше Полезут В аккаунты В соцсетях Очки Снова Запотевают Спотыкаюсь На лестнице Почти Падаю Но успеваю Ухватиться За перила По свежекупленным Колготам Пробегает Ехидная Стрелка Выругиваюсь Мысленно Конечно же Брань В стенах Академии Под запретом Захожу В аудиторию Звенит Звонок Девяносто Минут До конца Кнопка На мониторе Подмигивает В тиши Не выношу Эту аудиторию Слишком большая Для целой группы Не то, что для меня Одной Расставленные Полукругом Пустые столы И стулья Выглядят Тревожно Выжидающе Как будто Гадают Пара Отменилась Аудитория Поменялась Или пришел Всеобщий Карантин Но нет Сегодня Всего лишь Очередной Гибридный День Когда пары В зум Комбинируются Сочными Никак не привыкну Даже слово Гибрид Навевает Милитаристские Ассоциации Снимаю маску И захожу В конференцию Пусто Мои солдаты Засели по окопам И не рвутся В бой В телеге Падает сообщение От Жени Старосты Не удается Войти Снова Копирую ссылку Скидываю Жду 87 минут До конца Включаю Запись Видео Рядом С моим Портретом Уже давно Неботтичелевской Женщины С растрепанными Рыжими Кудрями Выстраивается Галерея Заспанных Лиц Всего Восемь Штук Я Девятая Хотя Должна Быть Десятой Здесь Далее Общение Между Преподавателем И студентами Идет На немецком Языке Что ж Доброе утро А где же Никита? Женя Появляется В режиме Докладчика Его нет Он Отсутствует По уважительной Причине Не знаю В пятницу В пятницу У него был Час Час На то Чтобы Закрыть Долги За этот Семестр И получить Консультацию Перед Завтрашней Перездачей Перездачей Последней С комиссией Скажите Что я Его Жду Никита Солдат Контуженный Угодивший В воронку Олимпиадников Которые Поступают По предметам И не успевая Поплавать Тонут На языках Пропустил Пару Не понял Домашнее Задание Решил Не идти Снова Не понял Не сделал Пропустил Дорожка Всегда Одна И та же Кто-то Из коллег Идет На уступки Позволяя Перездавать Долги Откладывая Сроки Выполнения Заданий Но это Лишь Удлиняет Дорожку Не меняя Пункта Назначения Что же До нашей Кафедры То лозунг Проорднунг Должен быть Порядок Висит На стенде У входа Итак, начнем Кто сегодня Хочет быть первым? Как и всегда Первый звук Включает Женя За ее спиной Сосредоточенно Тащит грузовик По стене Маленький брат Сколько ему уже? Года Отправляю в чат Остальным Ссылку на упражнение По пассивному залогу И жестом Показываю Жене Покрутись Она послушно Вертит головой Открывая Уши без наушников В рамке Зума Женя С ее резкими Чуть неправильными Чертами лица И геометричной Короткой стрижкой Напоминает Портреты Кубистов Не Пикассо А скорее Глеза Включает Демонстрацию Экрана Прикрывает Глаза Обеими руками И отвечает Тему Рождение Трагедии Из духа музыки Это произведение Всегда Заучивает Наизусть Как и советую Всегда Отвечает Первый Чтобы Зафиксироваться В статусе Лучшей ученицы Или чтобы не выглядеть Хуже Арсения Женя Заканчивает И отрывает Ладони От лица Ответ Хороший Но Не безупречный Падежи Сбиваются Согласование Времен Слетает Связки Теряются Перечисляю Ее ошибки И пишу В личный Чат 88 Хмурится Но Не спорит Конечно Можно Дотянуть И до 90 До пятерки Но это Не так уж Честно По отношению К остальной Группе Женя Поступила К нам Сознанием Языка Так что Натягивать Ей Неправильно Начинайте Делать Упражнения В кадр Влезает Ее брат С игрушкой Извините Камера Выключается Затем Женя Появляется Вновь Уже В пустой Комнате 80 Минут До Конца Дмитрий Будете Отвечать Взъерошенный Явно Только что Проснувшийся Дима В оранжевой Толстовке С отзеркаленной Надписью Хогвартс Продолжение следует...